Коммунитет, пожалуйста. Коммунитет, пожалуйста. Коммунитет взаимотворительно. Они выиграли. Должны были выиграть. Игра, конечно. Ни в черта. Извините. За первичный момент у нас были. Опять на последних минут пропустили. Не знаю. Концентрация. Может быть. Не хватило. Может быть. Настроен. Просто не просит. Главное. Должна. Сами все видят. Что там на последних минут с тобой? Нормально. Нормально. Ни травы, ничего. То есть, может быть, надо было за 15 минут подменить. Да, возможно. Встало. Потому что мы с тобой всегда радовались. И твоих групп. Не, Никита хорошо отыграл. Действительно, сегодня. Просто не хватило немножко везения. Встало. Почему вот команды вот так вот все? Ты отыграл. Но команды с силой защиты? Глубоко уж не брали. Мы сами не знаем. И разрывы большие между людьми. Большие разрывы. Не можем сразу перейти. Мы как забиваем первое, потому что нам сразу во втором садится. Не знаю почему. Что-то я не заметил. Что-то не при арске. А вообще нету что-то с одного парня собрал. Садача просто другая парня. Ребята, понимаете, честно. Да? Да? Ребята, просто честно, смотрите на то, что сегодня было и то, что было снисеем. Конечно, извините, но на это смотрю без слеза нельзя. И дело не в том, что вы там проиграли или там ничего сыграли. Ребята, тут приходят после минуты тысячи три-четыре. Приходят, посмотрят, как вы играете. Ребята, после 15 минут просто прекратили занятие футболом. Это была тренировка, там, теннис, лыжи. Я не знаю, что там, знаете, как они идут. Это был не футбол. Такое ощущение, что просто подошел и сказал, мужики, короче, все. Гол забили. Ништяк. Расслабляемся, бегаем. Ребята, не, не важно, ребят. Это, на состоянии снесу, там, без обиды, извините. В снисеем был пьян, не пошел, голос хуже. Честно говоря, ребят, нельзя так. Вы понимаете, что те люди, которые сюда пришли, после работы открашивались, приезжали, да? Кто-то с детьми там приезжает с маленького, кто-то там не сочный маленький. Приезжают с маленького. Не, подождите, не, 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 не. Да слушай, не, а что воспитывать, а как по-другому, ребят? Ну, тренер вон-то приходит. Да вы бой, бейте, блядь, боритесь. Да срена за то, что вы проиграете, вот честное слово. Поддержим, в любом случае, но то, что было сегодня, там, естественно. Без обид. Но вот, передайте остальным, что здесь люди приходят. Извините, а за торпеда болеет? Я знаю сколько. И смотреть на то, что сегодня было, это, ну, просто нет слов. Увалы. Не, увалы, конечно. Давайте сделаем, вернемся к тому, что увалы. Сейчас непонятно, почему сильная защита. Что происходит, ребят, второй вот домашний матч подряд? Третий. Третий смысл. Да уже третий смысл. Да, уже третий смысл. Да вы и себе играете. Без насчет. Да, это я наставлю. На самый близкий. Ребят, и что самое главное, вот я думаю, меня все поддерживают. Дело в том, что состав-то у вас оптимальный. Но когда гол забили, вы действительно просто начали уже расслабляться, просто гонять мячик по полю. Правильно вот человек сказал? Ну, у вас есть вот эта жилка, жилка победы, у вас есть. Ну, просто дело в том, что у вас не хватает уже того, что гол забили и ладно. А дальше прокатит, вот как прокатит. Видишь, не прокатило. И Саулюс хорошо играет. И все вы хорошо отыграли. Тебе вообще претензий никаких. Но дело в том, что вот жилки именно на победу до конца играть. Вы должны были сегодня выиграть как минимум 2-0. Никита побольше рассказал. Да, давайте ему не подскажешь. Чуть-чуть не подскажешь. Никита, не подскажешь, а это самое, Игорь Валерьевич снаигрывает двух нападающих в составе. В смысле, не участник, а уплёрлись в одного, да? Либо Дорожкин, либо Иплоткин. Салталкин, наверное, может тоже будут выходить тоже один. Салталкин пришел, вроде он сейчас трамирован был в Сочи. Ну, вроде он сейчас останавливается. Как бы... Ну, вот тренировок был. В основном, он, наверное, в одного. А, то есть вот так бы вытолуну подавишься, да? Я слушал, он бракат наложен. Никита Андреев, грунт еще и для этого. Как живут, как? В одного. Андреев. Вjemбре. Может быть, мне устанавливается в трамусе. Я скажу, он сам бежал. Ну, тогда он прямо зажал, когда мяч получил, держался? А также проценточку у меня не вернулся. А, так проценточку не вернулся. Да, это наверно, бросился. Он заманчив ламатом в Солочек, судье тоже держал. Песного судьи実аточек. Чего? Я скажу, поцадей здесь. Пусть там есть имя, поздolve. Пусть там есть там, ну, я не знаю. Я сегодня видел страх, например, в последнем. Чего забили. Но его не было вроде. Зурай бежал, он даже не тронал, он раньше с него упал. Не оправдывает, неважно, в целом игру. Мы просто начали в конце всё подряд свистеть. А вот эпизод с этим был. Момент рядом был. Сначала Денис Зарошенко, братарь от него. Он добивал с Белоуса какую-нибудь еще. Там рука. Карлова, да. Я с вами должен следить Белоуста. Как оказалось? Честно, я не могу сказать. Я тоже не видел. У нас все плохое вверх. Мы первым тарелем. Да, там, кстати, у вас отлично ты ему дал. Такой, как и Роскалов. Может, лидер какого-то на поле нет? Ну, а вот Коновалов. А когда он, кстати? Да, у меня тоже. Он сейчас тренируется, он тоже по другу. А Самсонов? Ну, я думаю, еще недели-две он будет. У меня только швы сняли. Пусть. Путихонька сейчас тоже будет. Ну, может, в первую очередь, мы больше команды никто не покинем, да? Ну, до 1 сентября. Ну, я как бы не могу это связать с тобой. Ну, на всякий случай, вот... Пока нет. У меня контракт. У нас надежда была на молодежь. Понятно. Генерал, они, ну, вы сыграли. Будущие молодежи, так это понятно. Пока не выражай, не все. Пока нет. Никита. Это выделяется. Будда убрать. А какая сегодня была установка на Европе? Вот тренинг. Как сыграть с этим Козовиком, да? Чтобы, грубо говоря, ее планировать? Потому что играли дома. И прессинговать, и атаковать сразу. Я думаю, не особо получилось. Так мы сами видели. При 1-0 какие-то были комментарии? Остановиться, сесть или что-то? Наоборот, нам идти вперед в дом. Ну, так, сами, получается, отдали. Да? Ну, просто сами гибнули. А не устаете возле замены? Да. Смотрим где-то в Чугайных, там, после 80-х, 85-х, делать замены, которые, в принципе, уже, там, началось за 5-10 минут. Ну, как? Вряд ли что сделать. Вообще команда после 60-х минут или минут. Я думаю, тренеру нет, кого поменять. Ну, по шее. Ну, по-моему, ощущениям на поле. То есть, кто-то встает после 60-х минут, в замены, как бы, они запаздывают? Ну, ты нормально по физике. Опять же, каждое состояние правильно. Я скажу, я в конце встал. Может, его поменять. Ну, или тренер перед ним, правильно? Ну, просто такое ощущение, что у нас Бондаренко, по-моему, играла. Он, по-моему, после 60-х минут и встал. А после 70-х минут. Я не волнуюсь. Не, он, вначале, вначале, встал. Да, вначале, встал. Да, встал. Да, встал. Давайте подберим Никиту. Клён. Понравился себе? Конечно. Обязательно с ним встретимся. Сейчас можно ещё вопросы? Внизу, Александр. Он, Гринасток, там, наверное. Что вы с ним делаете? Ему можно. Да. Гринасток, там, тромбироваться сейчас. Торк должен. В Брянске вас заставили бегать после матча. Из-за чего? Мало заставили. Единственный случай. Окисление, чтобы не было, чтобы мышцы в тонусе пришли. А после остальных матчей почему не бегаете? Мы приходим на следующий матч. Мы на день рождения. Мы на день рождения. Никита, вы выберете на следующий матч? Это просто для вас. Мы сами понимаем. Никита. Мы на Урал вы должны сделать, ребят. Просто должны. Урал вы должны сделать. По любому. По любому. Вы должны сделать. Как минимум. Никита, дело в том, что потенциал в команде очень большой. Покажите хорошую игру. Я вас уверяю. Если вы проиграете там 0-3, вы играете фантастическую. Возможно продолжать стоит. Мне кажется, что это будет играть в игре. Может быть, лучше вы идеале выиграть, да? Чем-то будет лучше сыграть. Чем-то больше сыграть. Чем-то играть и лучше сыграть не нравится. Спасибо. Всё. Давай. Дам. Спасибо. Рукционально. Спасибо. Спасибо.